Материалисты Олли, все в порядке? Открывай! Это не бардель! А поофишу лица Что за крики? Олли ссорится со своим женихом-придурком В этом городе только она разбирается в хореографии А этот баран не позволяет ей на меня работать Погоди, а что ты тут собственно делаешь? Мы должны были встретиться в шалфеи Должны, но тебя не было Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой Она волновалась из-за меня? Это так мило Для нее, в отличие от тебя, не слишком Так что идем обратно Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею Отойди, я выбью дверь Походи! Может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ Откуда ты знаешь, где у нее запасной ключ? Ну, мы ведь не вчера начали вместе работать Еще до того, как Поле сошлась с ху Ты частенько ее навещал? Я торчал здесь, когда Присцилла репетировала с Поле в шалфеи и розмарине Девушки работали над танцевальными номерами, а я сочинял музыку То есть, Поле это не одна из твоих... Я не смешиваю личную жизнь и работу Если речь не идет о Присцилле Присцилла, как ты мне только что сообщил, волнуется Так что хватит болтать и давай искать ключ Ладно, давай искать Халер, где он там был? Тут его нет Тут его нет Нашел что-нибудь? Вот и ключ Какого дьявола? Убирайтесь из моего дома! Смени тон и оставь эту женщину в покое Это моя невеста Но не твоя собственность Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе Минуточку, минуточку Вижу, тут произошло ужасное недоразумение Я вам сейчас мигом все объясню Засунь себе в жопу свое объяснение, понял? Убирайся отсюда, или я тебе рожу расквашу Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его Или мы поговорим по-другому Ну ладно, говори Хуби, верно? Поля много о тебе рассказывала Она говорила, что ты эрудиц, что ты всегда открыт к новым идеям Ты так говорила? Ну, правда, я человек открытый Но моя открытость заканчивается там Где моя невеста начинает вилять фопы по борделям Убирайтесь отсюда оба! Поля никуда с вами не пойдет! Да ему закончит Речь вообще не про бордель Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит То, что лежит на столе, это старый плакат Старый? Очень! Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства Мне репутацию не позволяют Так что ты вообще тогда заделал-то? Твоя невеста классная артистка И я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта Она будет хореографом А это означает процент от каждого представления, которое я ставлю Значит, деньги и слава И никакого виляния попой Вот тебе мое слово Хм... Ну, раз так... Я знала, что ты согласишься Значит, решено До встречи в шалфее, Полли Ну, я побежала Я тебя догоню Фух, я думал, что будет хуже Неплохо ты все устроил Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел Самое важное в переговорах — быстро найти чувствительное место оппонента И нужным образом на него надавиться Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латраку Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия Сейчас кому-то придется долго объясняться Кто такой Латрак? А ты о нем не слышал? Генрих Латрак — известный художник-портретист Ты заказал рекламные плакаты у портретиста? Это мой старый знакомый, ему как раз были нужны деньги Я решил, что для нашего первого представления плакаты не помешают Зрительный зал сам собой не наполнится Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в шалфей А то пристыло намылик мне шею Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю, говори, где он живет В портовом квартале Я скоро вернусь Лютик, у тебя есть минутка? Для тебя всегда Я встретил Молли, она передает тебе привет Молли? Какая Молли? Которую ты обещал показать коллекцию мотыльков А-а-а, да-да-да, что-то припоминаю Коллекция мотыльков Я ожидал от тебя больше изобретательности и старания Молли нужно было не старание, а внимание Я такая серенькая, средненькая девица Но стоило мне улыбнуться, как она преображалась в вулкан страстей Мне тут достался портрет иерарха Химмельфарта Я очень хочу его куда-нибудь деть, он тебе не нужен? Нужен, конечно Это от тех художников-низушков? Ну да Отлично Повешу его в шалфеи и розмарине Может, с храмовой стражей станет проще договариваться? Как ты познакомился с присциллой? Это было при дворе князя Эриварда Мы сошлись в финале ежегодного конкурса трубадуров Кто выиграл? Не помню Как же, проиграл и не хочешь признаться? Я позволил ей выиграть, потому что она мне понравилась И отчитывал получить награду после конкурса И как? Получил? А вот это уже не твое дело Как так вышло, что ты стал владельцем этого заведения? Ха-ха-ха! Ты не поверишь Мне оставил его по завещанию Алонс Вилли Сам ублюдок старший И правда не верю Алонс содержал на коротком побоке весь местный криминальный мирок Но в глубине души он был романтик Кстати, именно поэтому его сын меня недолюбливает Киприан, ну, ублюдок младший, собирался устроить здесь бордель Но Шалфей перешел ко мне И я сделаю из него самое элегантное заведение в городе Очерк из искусства, культуры Увидимся А денежка какая-нибудь Я думал Я думал Не видел Желтая Ну Пожелствовала Абонс Да я хер ложился Больше не вмешиваться Куда прешь? Не видишь, мы разговариваем Так это был разговор? Не твое собачье дело Тоже в рыло хочешь? Еще можно сдаться Прости, но ты сам нападаешься Попросился Геральт меня зовут Сокрос А ты, приятель, молодец Заполируем пивком? Идем Внутри поговорим Геральт, что тебя сюда привело? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка Он твой зять? Зять, не зять, один Вперва подлизывался Привези меды со скеллиги, оба разбогатеем А как я расстарался, так все больше про непредвиденные обстоятельства Стоимость хранения и всякие нетты-бруты Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей Золотые слова, друг Я ищу охранника, ты не интересуешься? А чего нет, если есть деньги? Вот прямо сейчас нету А, значит, Барт, я тебе, а ты мне Который, я тебя убью Ну, допустим А что ты предлагаешь? Взять мне денег, дон Верни их, тогда и поговорим Ах, сразу Ладно, я этим займусь Где его искать? А тут недалеко, в доках Знаешь, мне уже домашние эти его деньги Так что, если ничего не вернешь, то и ладно Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез с Санскеллига Ребячество какое-то Да, зато все по справедливости Добрый бы из тебя вышел моряк До первого блева Тебе в чему? Я стреляю в мимической болезни Видела я заменник спасенный Эй! Ты должно быть не одной голову взгружил, красавчик Санскелли 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 Да еще некоего латвика Не ты один Этот сучи низушек в долгах у половины города А я как раз собираюсь получить свое На всех тут не хватит Так что убирайся отсюда Кто успел, тот и съел Добери что хочешь Я пришел только за плакатами Ты не слышал, что я сказал? Здесь все теперь мое Вали отсюда! Чудила Я думал, мы разберемся спокойно Я об этом пожалеешь, вороток! Чего тебе? Ну что-то Мне нужны плакаты Нет тут никаких плакатов А Латрик Где он? Ах Небось там же, где и всегда Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов Ну видишь, а мог бы сказать все сразу Что мы теперь делаем? Я вам говорю, что этот ворон сам себя пожирает Что-либо случилось? Последним раз приказывает Ну, везде неправильные книги В особенности гримилы Небочайшие свиньи Я не знаю, что я не знаю Отправляемся Не желаю иметь с тобой никаких дел Интересно, а я смогу поучаствовать? Если хватит денег на вступительный взнос Есть собственная скаковая лошадь Почему бы и нет? Только решай быстрее Сейчас начнется Расскажи мне о ваших скачках Их начали устраивать Согласно последней воле Разма Вигельбуда Он сколотил состояние на азартных играх И всегда этим гордился А семье не мешает ипподром перед домом? Боюсь, исполнение воли Господина Разма Было условием получения наследства Каковы правила скачек? Они столь же просты Сколь прост был сам господин Иразм Двое всадников стартуют одновременно И совершают один круг по ипподрому Я хочу участник в скачках Бесподобно Твой титул и имя твоего скакуна? Геральт из Ривии На плотве Освятительно Твоим соперником будет Дай-ка я посмотрю А, Шеймус Хольм Сверхон на отрасли Субтитры создавал DimaTorzok Геральт из Ривии Светлана Считаю до трех Один, два, три Старт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому прошу не разглашать его тайну Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Могу я спросить, откуда такая щедрость? Ну, скажем, время от времени я люблю делать что-то хорошее. Ну так что, теперь можем идти за плакатами? Я принесу их в шалфе и розмарин, как только все утрясу. Договорились. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично! Это будет лучшая реклама для хамелеона. Что с хореографией? Вы приготовили что-то особенное к открытию? Скорее не мы, а Оля. Она просто сокровище. Прибежала, сразу построила девушек. После премьеры публика на коленях будет рыдать от восторга. Я уверен. Ты не говорил, что хочешь сменить название? Шалфей и розмарин совсем неплохо, но это напоминало ресторацию с темерской кухней и с официантками в народных костюмах. Хамелеон больше подходит к хамелеон больше подходит к хамелеон и намекает на то, что характер самого места изменился. Потом хамелеон и звучит как-то лучше. Ну, кажется, все готово. Когда открытие? Скоро. Через час генеральная репетиция. Я только заскочу домой за платьем. Спасибо за все. А, мелочи. Кажется, моя мечта о кабаре вот-вот исполнится. Так, может, отметим? Я угощаю. Почему нет? Вот это я понимаю. Мастер говорил, что ты разговаривал с Присцилой. Разговаривал. А она говорила что-нибудь обо мне? После разговора с ней я сделал вывод, что она не вполне нормальная. Что? Что ты ответственный и твердо стоишь на земле. Ты меня разыграешь? На этот раз нет. Мне интересно одно. Как тебе удалось вытянуть деньги у схоластики? Ну, было нелегко. Ее так раззадорило это наше представление, что мне четыре часа пришлось читать ей плащ и шпан. То есть вы не... Да ты с ума что ли сошел? За кого ты меня принимаешь? Опознавая. Ну, конечно. А ведь знает, как важен для меня этот вечер. Ядное дело знать. Может, она прихорашивается как-нибудь по-особенному. А это требует времени. Ммм, неправда. Женская тщеславия не знает границ. Мастер-лютик! Прессила! Она... Что? Говори уже! Она тяжело ранена. Кто-то на нее напал и ранил. Ее забрали в госпиталь Вильмерия. Напал? Ранил? Я иду. Геральт, сходишь со мной, пожалуйста? Конечно, пойдем. Геральт, сходишь со мной, пожалуйста. Очень близкий друг. Лютик, верно? Она звала вас, когда приходила в себя. Йоахим фон Грац. Начальник хирургического отделения. Хватит этикета. Что с ней, кроме глаза? Сотрясение мозга, отек, надрез на горле. Внутренние ожоги в области глотки и пищевода. Ее напоили какой-то кислотой. То есть это было не ограбление? Нет. Скорее, это дело рук безумца. Причем не первое. Откуда такая уверенность? Я уже видел подобные раны. Они весьма примечательны. Собственно, даже на этой неделе в мертвецкой оказалось тело с аналогичными повреждениями и вырванным сердцем. В... вырванным? То есть Присцилла тоже могла... Этим кто-то занимается? Это Новиград. Здесь на кострах горят только невиновные. Геральт, я знаю, что у меня перед тобой сто неоплаченных долгов, что ты спасаешь мою шкуру в среднем раз в год, но я обязан тебя об этом попросить. Найди ублюдка, который с ней это сделал. Найди и убей. Тебе не придется меня уговаривать. Пойдем подумаем, что делать дальше, потому что... Я бы рекомендовал осмотреть тело предыдущей жертвы, о котором я упомянул. Скрытий еще не было, но его результаты вполне возможно могли бы навести вас на след. Чему вы удивляетесь, господа? Как врач я знаю, насколько важна профилактика. Вместо того, чтобы ждать новых жертв этого психопата, я бы предпочел его удалить. Как опухоль. С тем только, что опухоль, как ты верно ее назвал, не будет спокойно ждать, пока ее удалят. Спасибо за помощь. А ты, должно быть, не знаешь, во что ввязываешься. Прекрасно знаю. И уверяю, что смогу за себя постоять. Легко такое говорить, особенно если всю жизнь держишь в руке скальпель, а не меч. Взгляните на этот шрам. Знаете, что оставляет такие следы? Истинь. Или Моргенштерн. Думаете, меня ударили за операционным столом? Нет? Повторюсь, я знаю, что делаю. И хочу помочь. Думаешь, меня пустят в мертвецкую? Через главный вход? Разумеется, нет. Но туда можно пройти каналами. И часто вы туда спускаетесь, уважаемый доктор? Настолько, насколько этого требуют профилактические действия. Я вижу, ты практикуешь интересные методы лечения. Довольно агрессивные, я бы сказал. Поговорим об этом по дороге. Вы готовы? Нет, сперва я должен кое-что доделать. В таком случае встретимся в Зимородке. Я буду вас ждать. Я достану его, Лютик. Будет это хоть самый рар Хемельфарт. Спасибо.